Вместе с дельфинами так называется телешоу, которое в Сочи снимает группу одного из федеральных каналов. 30 звезд российской эстрады, кино и телевидения почти на месяц переквалифицируются в тренеров. Первыми на площадке появляются фигурист Алексей Ягудин и Максим Маринин. Ягудин уже бывал в сочинском дельфинаре с дочкой. И вот вновь здесь мы вновь видим, как они, можно сказать, уже зовут нас туда, чтобы мы погрузились в бассейн. Мне, человеку, который провел с 4-х летнего возраста всю свою жизнь, можно сказать, на воде, только она была в немного другом состоянии, на льду, продолжая здесь, в Сочи, выступать с ледовым шоу «Кармен» и, собственно, заезжать в гости. Чуть позже на площадке появляется еще одна группа звездного десанта. Лариса Дулина, телеведущий Антон Привульнов и Тина Кузнецова, финалистка проекта «Голос». Увидев дельфинов, они, кажется, от восторга совсем забывают о телекамерах. Авторы проекта побывали во многих дельфинариях России и за рубежом, но приглянулся только Сочинский в парке Ривьера. Здание подошло по техническим параметрам, есть где разместить свет и съемочное оборудование, да и программа выступлений не подкачала. Между тем, первое свидание продолжается по всем законам жанра. Смущенные улыбки, осторожные прикосновения, однако, Лариса Дулина не выдерживает и первой бесстрашно спускается к дельфинам. Антон Привульнов для начала выбирает лодку. Было неожиданно, но как-то жизнь мне периодически сводилась с дельфинами. И там год назад я, например, вдруг займся фридайвингом. Ну и как-то, в общем, к воде тянет. И вот совпало все, пазлы сошлись в Сочи. Впрочем, у знаменитостей еще будет время, чтобы подружиться со своими новыми подопечными, а также выучить команды, трюки и особый язык жестов для общения с животными. В финале из 13 звездных тренеров выберут одного победителя. Участие в проекте уже подтвердили Олег Газманов, Анастасия Заворотнюк, Яна Чурикова, Алла Михеева. В качестве ведущих шоу выступят Валдис Пельш и Мария Киселева. Олимпийская синхронистка, известная по передаче «Слабое звено». В эфире вместе с дельфинами можно будет увидеть в начале октября. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.